всем привет народ сегодня у нас такое видео опять разговорный жанр будет сегодня хотел по камазу поснимать видео собирался уже все ехать камазу делать подготавливать камаз все ну здесь как бы все не ровно получается все вот эти вот движения посторонние звуки не мешали в общем все лишние движения вот эти просто нереально лишние движения то есть какие движения у меня сегодня под под дальнейшим моменту какие лишние движения у меня были просто не могу забрать свои деньги свои деньги я не могу забрать не украденные там не куда-то потерь на ничего заработанные деньги не могу забрать с одним встретился денег нету со вторым встретился денег нету чаще чаще сейчас вот вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот буквально тысяча только вы едете от меня и сразу те если маска придет и вот я из эмаска будет с одним встретился ладно лято поля вроде как бы друзья поехал другому другому приезжаю опять же ки старый должник чё почем уже полгода прошло чё по деньгам все концу недели сегодня у нас вторник все концу недели кейс и маска придет то что я тебе с процентами еще с мага рычком как говорится да все дал потом по интеру поэтому по хирин тару и тому далее тому подобное чтобы понимали сейчас у нас время вот грубо говоря пол 2 до 1330 короче и пол 2 где-то с 9 утра вот по данный момент просто ездишь спрашиваешь где мои деньги где мои деньги приезжаешь где мои деньги чаще 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 и это все как бы наработка с этим сервисом с перевозками вот сервисом это все наработал всех этих должников пацаны чё братаны же мы все до езжай потом отдашь он уехал и уже полгода не отдает там каких-нибудь сам их там 30 20 тысяч не может отдать за полгода за полгода да то давай там по пять тысяч месяца дай тоже давно бы рассчитал с учете 5000 месяц найти не может что ли чтобы дать или чё вот алады все это нюансы ну как это нюансы это просто такой душевный осадок охрененный душевный осадок опять же таки в тысячный раз убеждаюсь деньги в руки никакой муки старая мудрая поговорится на пословица все сделал работу заплати знаешь то что ненадежный человек плати наперед я тебе сделаю потом еще почему я должен тратить свое время за которой я мог что-то заработать до тратить с тобой встречаться тебя искать до тебя дозваниваться и еще тому далее тому подобное зачем мне это все надо все я свою работу выполнил заплати мне за нее опять же какие законы да почему я сейчас не продолжаю с интером да все движения почему потому что я уже раз не знаю сколько раз уже так обжегся много раз короче я так обжигался вот по нашему закону я машину отремонтировал его человек приедет он покажет свидетельство о регистрации да и стреску птс q покажет все приедет с ментами он ее заберет в любом случае он ее заберет я не имею права его собственность удерживать не имея никакого права не не если у меня есть какие-то претензии к нему я должен подать на него в суд ну по нашему законодательству да но это везде так все то есть судебном порядке решаем все вопросы в судебном порядке вот так все отремонтировал человеку машину подал на него в суд суд ему присудил если я доказал уже таки опять если у меня есть ним договора все если у меня все там все юридически там как говорится комар носу не поточек все чисто я подал на него в суд суд присудила ему выплатить мне все судебные сдержки компенсации все все за работу да все базара нет он тут же подает на банкротство например у него долгов там выше крыши да он посчитал прикинул да нахуй мне что-то надо подаю на банкротство все я банкрот ничего не тяну все банкрот и тебе суд говорит дядя держи он банкрот все то что ты сделал свои руки сбивал да вот там то что ты пальцы руки сбивал там в мазуте весь был свет свой тратил энергию силу инструмент свой то что ты тратил спасибо тебе большое но он банкрот с него взять нечего все до свидания я не хочу так ну сами понимаете это не то что до базара не там это очень-очень обидно когда ты делаешь машину машина уехала человек работает до тебе за работу ничего не отдали не перед новым годом заходила машина не помню то ли газон то ли газель короче с каменцем заходила я на видео не снимал поменял и прокладку под головкой хотя им говорил то что головку призернуть надо все просто поменяли короче им прокладку под головкой и газила все газы перестали идти все нормально довольно счастливый уехал по работе горит блин серёг денег нету но есть баран горит но там занимается скотоводцем короче баран там баранов коров выращивают короче все перед новым годом те баранчика режем все шикарно какого пока же горит того зарежем все сделаем все красиво уехал все потом малене ален приезжаешь к нему баранов нету все стадо он все продал всех вырезал и тому подобное но короче и все эти качели начинаются по сей день короче мне по сей день за тот ремонт ничего не заплатили ни копейки до заработать во первых одно не просто так да там что-то с ними поставь перебери и собери изгона конфетку сделай вам все же хотят дешевле еще все хотят чтобы им разобрали сказать да вот я тут все ништяк ты там просто тут пружиночка у тебя выскочила чаю на место поставил все сами дольчика побольше сюда на объем будет ходить еще сколько сколько на не отъездил там пять лет еще пять лет отъездишь все солидола просто мало было побольше солидола на объем и будешь ездить вообще даже голову не забивать все братан все еще такой ремонт хотят у такого не бывает таких чудес не бывает все лег у тебя движок значит он тебя лег все это опять у кого есть соображение да то знаю то что если у тебя лег движок то есть если ты снял блять теплообменник ты снял под ним надо прокладку поменять или резинки там поменять у кого когда все если ты поднял клапанную крышку тебе надо клапана регулировать если ты поднял головку прокладку под головкой надо менять все если у кого есть такое соображение тот еще там более-менее соображает давайте всех ситуациях вот еще к чему эта ситуация то что я еще раз убедился то что по честному если ты работаешь по-честному ты ни хрена не заработаешь ты как бы заработал как бы они есть деньги да ну их еще надо когда забрать вот вот на данный момент мне где-то если все собрать все 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 собрать около 250 тысяч мне должны вот за все зайти экскаваторы то что красил бульдозера тоже там разбирал дефектовал их собирать не стал потому что мне за экскаватор не заплатили за покраску там за ремонт не за экскаватор не заплатили бульдозер не стал собирать все до свидания у хотя не зараза разборку дефектовку мне должны за покраску экскаватора мне должны за разборку дефектовку бульдозера мне должны мне должны за волда или газель мне должны мне должны за газон ты ложка хирожка замена сцепления мне должны так ребят еще раз повторяю сегодня должно было видео хотел планировал сегодня снять видео с камазом ну не получилось потому что все вот эти вот движения вот эти вот во первых день просто впустую все день просто впустую ушел не даже смысла нету чай ехать камазу чет там делать потому что чем минут 40 час уйдет чтобы до него доехать пока разложишься соберешься еще час и там уже пора назад сворачиваться в общем как так вкратце их все объяснил все рассказал то что с этого дня с этого момента я работаю деньги в руки и никакой муки все тебе стоит работа там пять тысяч покажи что они у тебя есть есть пять тысяч положили хоть сюда вот я буду делать нет у тебя 5000 который ты не может на панель положить я даже не подойду заниматься так как говорится не буду опять же таки кого я знаю у кого я знаю то что я знаю то что они заплатят то что они как кажут они все сегодня нет серого дайте завтра дам они завтра дадут или они завтра сами позвонят я не буду звонить они сами завтра позвонят и скажут серёг сегодня не получается или завтра или послезавтра например запаса время беру да там то есть все одну завтра край край послезавтра сто процентов там займу перезайму кредит возьму все тебе сто процентов а дам все до послезавтра крайний срок с такими людьми я работаю до кого знаю опять же таки кого знаю кого не знаю у кого ничего вот покажи что у тебя есть тогда работаем нету до свидания все так что всем добра всем удачи никогда не унываем не забываем то что я ищу термос на данный момент теперь желательно в рассрочку потому что связи 7 с ситуациями короче термос рев термос в рассрочку или сцепку же т-термос или рев в рассрочку еще телефон в описании звоните пишите предлагайте все просто даже здорово серёга звоните до девяти вечера спокойно звоните со всеми болтаю со всеми приятно общаться пацанами нормальными да так что все ребят такой крик души до видео все всем добра удачи всем всего хорошего поменьше негатива в жизни и всего самого хорошего просто всем всего самого хорошего